Всем алоха и алоха, вы не лохи, и с вами, как всегда, ваша любимая зелёночка-бесёночка без буквы «Р» ребёночка. И да, это моё опять никому не нужное разговорное видео, где я буду рассказывать интересные факты про шизофрению, также стереотипы о ней, и по пути расскажу несколько интересных фактов о себе. Хочу уточнить, у меня шизофрения нет. Она есть исключительно у моего персонажа, и все факты, всякие какие-то побочки от этого заболевания и всё остальное я брала у блогеров, которые увлекаются и развиваются в этой теме, а также гуглила в интернете, поэтому вы не сможете меня задудосить тем, что это всё неправда. Хотя, ладно, интернет тоже может врать. Ну, в таком случае, если вы верите в то, что интернет может врать, а он может... Зачем вы смотрите это видео? Потому что, по сути, оно тоже в интернете. Лады, неважно. Обожаю активную стекуляцию на камеру. Может, я как-нибудь сделаю разговорное видео чисто с лицом, чтобы вы все обосрали. Ладно, переходим к видосу и возвращаем Варю в кадр. Важное примечание. Всё сказанное в видеоролике далее будет сказано от лица моего персонажа. Я здесь никакого отношения к словам мнения. Данное видео не преследует цели кого-нибудь оскорбить, обидеть или дискриминировать. Вся информация в этом видео может быть неточной, поэтому использовать его как научный источник не стоит. Во время поиска стереотипов о людей с шизофренией, которые я искала через интернет, а также своих знакомых, я была крайне поражена. Я могла представить себе абсолютно любые стереотипы. Многие приписывали на оскурственно отсталым, что достаточно обидно. Кто-то говорил, что размер зрачков скачет в зависимости от настроения, что тоже полный бред, я вам скажу. Кто-то говорит, что безумие можно распознать по глазам. Они пустые и стеклянные, как у неживого человека. Но то, что меня больше всего убило, все шизофреники умеют хорошо рисовать. Как вы к этому пришли? Окей, я могу понять, как вы пришли к тому, что у всех хорошая фантазия. Хотя это тоже не у всех, но у большинства, могу согласиться. Но как вы пришли к тому, что мы эту фантазию обязательно хорошо умеем воплощать в рисунках, я не понимаю. Лично я рисую просто вот как курица лапой, но почему-то художникам из нашего дома, так сказать, кажется, что чудики из моей головы по описанию выглядят интересно, поэтому иногда они рисуют их вместо меня. Но я и рисование, это, ну, если бы в словаре был антоним к слову художник, там стояла бы моя фотография в полный рост, чтобы все два метра от пяток до головы. Плюсом в опровержении этого стереотипа я могу сказать, что большинство, в скобочках, не все. В шансофренике очень сложно, так сказать, общаются с концентрацией. А для того, чтобы что-то нарисовать, нужно сидеть на одном месте на протяжении нескольких часов, переделывать все это и, в общем-то, концентрироваться на одном деле очень долго. Да, если ты словишь какую-то гиперфиксацию, это возможно, но она, вероятнее, пройдет раньше, чем тебе начнут нравиться твои рисунки, потому что учиться рисовать нужно годами. Художники, вы потрясающие, я вами восхищаюсь и люблю вас. Еще меня просто убивает стереотип о том, что абсолютно каждый шизофреник по первому звоночку голоса в его голове пойдет и отрежет кому-нибудь голову. Нет, нет, нет и еще раз нет, потому что если бы это было так, шизофреников было бы намного меньше, так как зачастую голоса в голове просят уничтожить не только кого-нибудь рядом, но себя еще чаще. Поэтому если бы ты делал все по первому вот такому вот щелчочечку голоса в твоей голове, ты бы уже давно валялся в ск... Ладно, ребят, давайте не будем о грустном, давайте лучше поговорим о воображаемых друзьях, ведь во всем можно найти хорошее, во всем можно найти позитив, и галлюцинации, они на самом деле как твои воображаемые друзья, с ними можно поговорить по душам, пообниматься и... Вы серьезно в это верите, да? Нет, зачастую это очень стрёмные челики, которые либо просто ходят за тобой, вызывая тревожность, это лично в моем случае, либо пытаются заставить тебя сделать что-то с собой, с окружающими и... Что для меня, кстати, тоже очень жизненно, но как видите, я с окружающими еще ничего не сделала. Никакого, привет, я так тебя люблю, ты мне так дорог, ты мой единственный друг, они тебе не скажут. Может, кому-то и говорят, конечно, но мои 24 на 7 такие типа, сдох, не сдох, не сдох, не сдох, не сдох, не умри, всем будет лучше без тебя, все тебя используют, все за тобой следят, ты никому не интересна на самом деле, твои самые близкие друзья готовят план, как всадить тебе нож в спину. И вот многие говорят, типа, да так ты просто им не вери и так далее. Так я так и делаю, просто знаете, когда тебе внушают это 24 часа в сутки, ты начинаешь волей-неволей в это начинать немножечко, потихонечку верить, и появляется повышенная тревожность, тебе становится жутко, тебе страшно, ты не понимаешь что, почему и как. И еще многие такие типа, ой, так это, скажи галлюцинации, что она не настоящая, и она исчезнет. На самом деле, лучше им такого не говорить, потому что они могут на тебя еще и обидеться. И на самом деле галлюны, они после того, как ты им скажешь, ты не настоящий, они мало того, что не исчезнут, так они будут еще и убеждать тебя в том, что они реальны. А зачастую галлюцинации появляются зрительные, вот лично у меня, именно в фазу острого психоза. А в фазу острого психоза у тебя теряется критическое мышление, и ты можешь поверить во все, что тебе будут профессионально внушать. А галлюны, они так-то, ну, неплохие психологи в этом плане, внушают замечательно. Ты можешь начать верить в то, что твои галлюны настоящие, и я как-то пыталась принести себя в жертву своим же галлюнам. Хорошо, что меня остановили. Ну, в общем-то, не субы от того, что ты им скажешь, вы не настоящие, они не исчезнут, и состояние может только обостриться, поэтому все, что ты можешь, это лечиться. Но найти хорошую, качественную психиатрическую лечебницу в нашем мире, это, ну, почти невозможно. Еще эти чупакабры могут разбудить тебя, нет, буквально, ты можешь проснуться от того, что они орут в твоей башке, ты не продолжишь спать с ними. Из-за этого я встаю в 4 утра, вы видите вот эти вот мешки у меня под глазами, да зашибись, я сплю по 2 часа в день. Ладно, я думаю, мне стоит уделить больше внимания медикаментозному лечению, это моя вина, но я просто устала. Так, ладно, мы пришли сюда не побомбить, а послушать интересные факты, спокойно. На самом деле, психика наша очень интересная штука. К примеру, мы имеем свойство забывать все, что нанесло нам слишком большой эмоциональный стресс. Вы скажете, вау, прикольно, а я скажу, что нет, потому что потом ваша память может вскрыться, и вы вспомните все, оно на вас разом обвалится, и вам придется как-то с этим жить. Я не помню, как называется это явление, но в любом случае это крайне страшно. Никому такого не желаю. Ну так вот, это мы уже отклонились от темы, а если продолжать интересные факты о моем заболевании, пожалуй, на этом действительно интересные факты. Закончились. И последняя тема, которую я хочу здесь, сейчас и сегодня поднять, это то, что некоторые люди на полном серьезе думают, что все психические расстройства в мире это шизофрения, просто в разных формах. Чё? Чё? Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Можно я даже комментировать? Это не буду, пожалуйста. Я просто не хочу это комментировать. Нет, действительно, классификация психических расстройств ведь предлона просто так. Это вот всё вот это вот, ну оно же просто для виду, это же всё шизофрения на самом деле. Поднимать эту тему я не буду и нагружать вас за умными терминами тоже. Кому интересно, можете всё погуглить и посмотреть. В ТикТоке и в Лайке есть аккаунт, который, так сказать, называется Саша Василёк. И вот там вот, если вы её найдёте, вы можете узнать тоже много интересных фактов об этом заболевании. А у меня для вас, наверное, всё. Всем огромное спасибо за просмотр, извините меня за бомбёжку в этом видео и всем пока-пока, до новых встреч. Кстати, уточню, что вы можете задавать вопросы по теме видео или просто так в комментариях, и я отвечу на те, которые смогу. Субтитры сделал DimaTorzok